Сегодня 23 февраля 2020 года, у меня есть три вопроса, я видеоблогер Дмитрий, ну хотя бы там на первый, первый вопрос. Что вы можете посоветовать для людей, которые следят за своим весом, борются с голодом, с аппетитом, может быть какие-то практики дыхательные, может быть что-то, ну что делать, как, знаете, бывает, говорят, нападает жор, например, вот в вечернее время, вот что нужно сделать в экстренном режиме, в таком, чтобы как-то успокоиться, да, серый вопрос такой. И пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Александра. Александра. Если я сейчас прошу вас не думать о белых обезьянах, первое, о чем вы подумаете, это белые обезьяны. Да. И есть этот всемирный закон, что чему сопротивляешься, то упорство. Поэтому изначально мы не будем бороться с голодом, однозначно. Это сто процентов. Мы не будем ни с жором, ни с голодом, мы не будем бороться. Мы попробуем понять их причину. Откуда идет жор и голод? Безусловно, если у вас есть определенный уровень удовлетворенности, у вас не возникает ни жора, ни голода. Уровень удовлетворенности можно поднять через медитацию. Медитация очень ускокаивает ум. Что такое жор, что такое голод, это очень беспокойный ум, когда вы что-то заедаете. Правильно? У вас какое-то страшное, что-то заедаете. То есть какое-то беспокойство есть, или вам хочется что-то такое получить, перевнести. Вам нужно вернуться вот в это состояние, когда вы чувствуете, что у вас спокойно внутри. То есть спокойно внутри. Если вы чему-то сопротивляетесь, это как пружина, она выстрелит. То есть все, вот я проходила и через сыроедение, и через голодание, и через разных совершенно. Я вам точно могу сказать, что когда вы очень долго себя в чем-то ограничиваете, это рано или поздно. То есть все сыроеды хорошо знают, что такое сыр. То есть вы там сыроед, сыроед, потом ты наелся всякой, грубо говоря. То есть наше тело, оно требует еды, оно требует питания, о нем нужно заботиться хорошо. Есть прекрасная наука Юрведа, там в зависимости от вашей конституции есть определенный вид питания. Если вы очень худой, у вас много холода, значит нам нужно больше жирной пищи, больше масла ги. Вам ваше тело об этом нуждается. Если вы очень точный, вам нужно больше свежего, предположим, меньше перекусов. Это целая огромная культура питания. Если вы будете сопротивляться, вам нужно просто кушать 3 раза в день. Стараться кушать, есть какие-то обычные правила Аюрмеда. Аюрмед, например, нужно кушать, когда вы голодны. То есть когда у вас есть чувство голода. Тогда пища хорошо переваривается, хорошо усваивается. Нужно убрать все перекусы. Желательно вы там кушаете 3 раза или 5 раз. Но кушайте до сыплости, не переедайте. То есть может быть вы начнете кушать по 5 раз. Вы поели, потом проголодались, еще раз поели. Вот как-то так. Можете что-то добавить? Тоже представьте, пожалуйста. Меня зовут Юлия Лазарева. Ну, в данном контексте я тоже представляю Центр искусства жизни. И я являюсь инструктором программы счастья этой организации. А также я инструктор по йоге. Я могу сказать, что физические упражнения, йога, дыхательные упражнения, дыхательные техники, пранаян и медитация, все это в комплексе, вот эти практики, они, во-первых, нормализуют ваш организм. Да, вот те конституции, о которых говорила Александра, да, они приходят в баланс. Если просто вы хотя бы час, полтора уделяете в день вот этим практикам. Допустим, 20 минут, полчаса йоги, дыхательные практики, ну, можно начать с 10 минут, 10-20 минут медитации. Вот если вы будете час, полтора уделять времени себе, скажем, с утра, да, то если вы будете делать это регулярно, вам, у вас не будет, я вам гарантирую, у вас не будет вот таких приступов. Ясно. Ещё, пожалуйста, вопрос. Для людей, которые бросили курить, им нужно восстановить дыхание или что-то, вот, объем лёгких, вот что можно, какие-то упражнения посоветовать для этого? Есть очень простое дыхание, которое мы можем делать, это дыхание Уджай. Но, для тех, кто бросили курить, ну, бросили курить, вот сегодня мы давали пронояму, дыхательную технику бастрика, это тоже эффективное средство, потому что мы работаем с лёгкими, и также я говорила о том, что эта практика помогает вводить токсины, очень эффективно. То есть, руки вверх, вот так вот, да? То есть, для курящих это очень эффективно. Все проноямы, которые работают, которые есть у нас, они так или иначе... Ну, это ещё, да, я задумалась, потому что, конечно, токсины, дыхание, наше тело, всё. Вот, по большому счёту, когда вы курите, ведь токсины не только в лёгких. Конечно. То есть, наше общее состояние тела. То есть, по большому счёту, если речь идёт о токсинах, то каждая клеточка в себе содержит токсины. Да, да. Всё, всё, что мы проходим на программе счастья, есть очень такая большая, глубокая, длинная с ударшим клей. Это где в течение часа у нас наше дыхание связано с эмоциями, то есть, всегда мы можем сказать, когда мы счастливы. Ясно. Программа счастья, как можно найти у вас контакты ваши? Есть общероссийский сайт artofliving.ru, там можно вбить город Орёл. Art of Living? Art of Living. Art of Living, ясно. Art of Living, искусство жизни.ru. Понятно. У нас в Орле есть юдацентр на Красноярске. Вбить город Орёл в поиск. Или у нас есть в Орле юдацентр на Красноармейской 8. Красноармейская 8, ясно. Ещё третий вопрос, пожалуйста. Вот знаете, бывает у людей старшего возраста боль в плече, вот даже малышева программу снимала. То есть, у людей, например, болит плечо, то ли это суставная связка, то ли это что-то с суставами. В общем, ограничение подвижности, вот когда человек вверх руку поднимает, боль резкая появляется. Если человек не может бросить, например, камень он не может, у него сразу появляется боль в плече. Или какое-то движение. Бывает так, что человек даже спать не может на правом боку, например, болит плечо. Вот какие-то упражнения есть у йогов для того, чтобы разработать как-то сустав, связки, кость, вот что там. Однозначно, однозначно. То есть, вам проблема знакома такая? Существует понимание, как ограничение в движении. То есть, как бы йога, это когда вы снабжаете кровью тот орган, который болит. Здесь вопрос в том, что мы делаем в йоге до комфортного состояния чуть-чуть больше. Всегда вот есть такой закон, мы делаем до комфортного состояния чуть больше. То есть, если это плечо болит, его нужно разработать однозначно. То есть, просто оставить его, пусть лежит. Нельзя, да? Да. Его надо разработать. Выполнять упражнения. Вот комфортно вот так чуть-чуть делаем, чуть-чуть. Потом там в итоге нужно довести своё состояние до того, чтобы оно всё вращалось. Знаете, на ум приходит Валентин Тикуль, гимнаст, тяжелоатлет. У него получилось что-то с ногами, он перестал их чувствовать. И ему сказали, что травма поясницы была какая-то, врачи, что будешь в инвалидном коляске или вообще парализованной лежать. И он стал постепенно стараться почувствовать ноги, пальцы ног и постепенно все это разрабатывать. То есть, может быть, сначала на уровне какой-то ментальном импульса посылал к ним, потом они стали постепенно шевелиться, разрабатывать. Вы говорите об этом, что несмотря на боль, через боль нужно увеличивать подвижность больного сустава, чтобы он снабжался кровью и чтобы разрабатывать его и перестала эта боль ощущаться. Да, вы знаете, кровь это наше все. И также, извините, вы сказали, что если этого не делать, то постепенно ситуация будет запускаться все хуже и ухудшаться. И в конце концов, в общем, все, что живет, должно двигаться и разрабатывать. Есть всегда очень чудесная русская баня. То есть, есть баня, есть разные ванны, когда, например, принимать ванну больше часа. Есть вот такая техника, когда больше часа лежат в ванне, там, соли, да? И можно почувствовать, когда тело начинает вот так пульсировать у кого-нибудь, ну, такого вот, ну, там даже через 20 минут, да? Оно начинает пульсировать, потому что наши капилляры начинают, у них начинается работа. То есть, по большому счету, наши капилляры больше всего нуждаются в крови. Мы не бегаем, мы не ходим, мы ездим на машинах, на маршрутках. Мы вообще не двигаемся. То есть, если посмотреть на нас, мы не двигаемся совершенно. Это, конечно, не может не отразиться на наших мышцах, на всем. Поэтому, если есть возможность, нужно, конечно, наших кровь гонять. Ясно, спасибо. И вот к тому вопросу по поводу курильщика. Да, да. В искусстве жизни есть специальный курс, который называется «Бротикурить». Ну, это первоначальное название, сейчас, по-моему, там не начнет жизнь. По-другому, там не только приходят люди, которые хотят бросить курить, вообще люди, которые хотят избавиться от какой-то зависимости, в том числе от зависимости от пищи, да, какой-то определенной. Поэтому приглашаем. Потому что это очень тесно связано с умом. То есть, это очень тесно связано с умом. Все, что уже выражено там в наших действиях, это очень связано с нашим состоянием. А в соцсетях, как вас найти, если задать личный вопрос? Можно, да. Наши контакты будут, да? Вы сейчас запишите, можете даже, вот сейчас запишите номер телефона. Пожалуйста, да. 8 903 903 637 637 20 90 20 90 Да, лазер-выбилейный. Если у кого-то, вот, допустим, если вам захотелось пойти глубже, да, пройти программу счастья, или там, прийти на йогу, на занятия. Ясно. Какие-то вопросы с Элл. Понятно. Еще остались. Это вы можете дать свою терапию сначала, ну, или как? Нет. Вот первое, что вы можете сделать, это просто записаться на курс счастья. Это просто вы можете оставить контакт, да, записаться у нас прямо сейчас. Курс идет 3 дня, 3 дня по 3 часа. И так как большинство работающие люди по обычному графику, курсы у нас проходят в пятницу, в 18.30 первый день, 3 часа в пятницу, и потом в субботу-воскресенье. В субботу-воскресенье, как правило, днем. Да, с 10, допустим, или с 9. Да, его стоимость 3000 рублей для всех, и, соответственно, скидка для студентов и пенсионеров. И 50 процентов, и повторных. И далее вы, соответственно, после этого курса вы получаете вот этот 20-минутный комплекс, который вы можете делать потом, можете переходить на поддерживающие занятия. То есть в большом счете очень много что происходит после курса. Но вот этот момент, что мы не можем, в том курсе мы не можем поделиться с вами вот этой вот большой главной техникой, которая больше, много очень стресса, много очень впечатлений убирает. Но это действительно очень эффективно. Это работает, это работает, очень работает. Да, но вот сегодня мы только прикоснулись, да, мы сделали одно пранаяму, и мы сделали медитацию. Спасибо. Мы говорили там чуть-чуть, йоги для ОФСМ показала. А на курсе вы получите знания, упражнения по йоге для работы с физическим телом, и самое главное, вы продышите очень эффективную дыхательную технику, которая называется Судашн Крия. Да, переводится по правильному видению. Да, и в большом счете узнаете несколько пранаям, да. И вот вы уже получите эту практику, этот опыт за три дня, вы уже будете другим человеком. И в конце курса вы получите вот комплекс практик, которые вы можете делать дома. И дальше будете продавать. Но, если, предположим, вы не дойдете, вам не хочется, вам там не близко, еще что-то, это, вот я вам говорю, что прямо сейчас, вот если вы не дойдете там по каким-то причинам, у вас не случится, прямо сейчас вы можете делать то, что вот даже самым, то есть вы можете делать бастрюку, вы можете делать медитацию, если вы не хотите идти там дальше, глубже, да, это, конечно, эффективнее в тысячу раз, ну, сто процентов, но повысить свое качество жизни вы сейчас можете прямо сейчас. Спасибо, спасибо. Сейчас.